То есть, если через три года мы продаем квартиру, которая на сегодняшний день стоит 800 тысяч долларов, то мы примерно рассчитываем в долларом эквиваленте где-то на миллион сто, миллион двести. Привлекает инвесторов политическая стабильность в стране. 25%? Что за проценты? Да, 25%. Если взять Россию, то Турция осталась, как говорится, единственным окном для россиян. Такая квартира здесь примерно будет стоить 4 миллиона долларов. Вот нам, странам СНГ, во многих странах этого не хватает на данный момент. Мирабай, всем мы с вами находимся в Стамбуле. И мы вам хотим рассказать, почему же сейчас при нереально высоких ценах люди все равно бегут инвестировать в недвижимость в Турции. Вы на канале, где мы говорим про недвижимость. Мы изучаем, как же потребителю подстраховать себя и купить безопасное жилье с умом. Также мы будем говорить про недвижимость, в которую можно инвестировать, чтобы на ней заработать. Этот выпуск именно такой. После того, как мы побывали на Северном Кипре, выпуск будет здесь. Для сравнения, мы прилетели в Стамбул, чтобы изучить недвижимость здесь. За последний год цены на недвижимость в Стамбуле нереально выросли. Почему это произошло, мы расскажем в этом выпуске. Мы агентство недвижимости. Я пятый год уже в этой сфере. Субтитры сделал DimaTorzok а перед тем как вы начнете смотреть это видео обязательно подпишись на канал поставь лайки баллайки и приятного просмотра сейчас наверняка вот из-за ситуации в мире как бы недвижимость покупать в двух случаях когда хотят переехать жить и во-вторых там инвестиция раньше может быть была инвестиция да в первую очередь а сейчас правильно я полагаю что многие выбирают переехать жить и потом уже инвестиция конечно многие сейчас уже стамбул выбирают для жизни именно потому что ну реально это огромный мегаполис здесь большие возможности и в плане бизнеса и в плане комфортной жизни там был если сравнить с европейскими странами и городами то жизнь скажем дешевле сравнение с европой но уровень скажем сама инфраструктура это высокий уровень плане инвестиций тоже сюда выбирают стамбул потому что стамбул входит в десятку городов мира по инвестициям и это естественно привлекает инвесторов потом также привлекает инвесторов политическая стабильность стране развития страны очень хорошую вещь сказать что политически стабильная вот нам странам снг во многих странах этого не хватает на данный момент как давно здесь была какой-то революция ли что-нибудь в таком духе но последний раз это было 2016 год попытка переворота которая не удалась и правящая скажем партия власть с этим справилась на отлично ну ведет естественно как бы но это уже как политика смелую политику скажем так и люди это видят мир это видит скотлован взяли квартиру на плюс один есть пример по цене вот когда вот скотлован они продавали вот сейчас на данный момент я как понимал уже достроены на сколько выросла буквально у нас была сделка буквально минут 15 назад мы заключили сделку на два плюс один конечно еще не достиг максимального коридора наш ценник но при этом при всем то есть мы понимаем что наш клиент закладывать три года на гражданство и естественно инвестиция для нашего клиента должна быть выгодной то есть что дает этот проект это центральную локацию вид на босфор и вид прекрасный на города нас высокую с высоких этажей это ваш гарантированный доход и гарантированная прибыль на постпродажу то есть если через три года мы продаем квартиру который на сегодняшний день стоит 800 тысяч долларов то мы примерно рассчитываем в долларом эквиваленте где-то на миллион сто миллион двести тысяч долларов это реальная цене которым можно достичь на этом проекте я сейчас говорю о квартире примерно 140 квадратных метров 2 плюс 1 сейчас реально была сделка мы ожидали значит когда освободится рзу и вот на данном примере в человек сейчас с вами заключил договор он купил получается какие основные боли его были и за сколько он купил сделка нас была заключена на 860 долларов соответственно мы исходили ценник на гражданство был повышен до вчерашнего дня и поэтому у каждого есть риск что за 250 может как бы не хватит дней чтобы оформить до конца сделку мы решили взять за 800 тысяч на два гражданства такой вопрос откуда вот это ощущение что рынок еще не остановился что рынок еще растет то есть на что вы упираетесь и говорите ребят сейчас рынок растет сейчас лучше вкладывать мы можем упираться на такие моменты что это все-таки стамбул это прекрасный город на земле который соединяет европы и азию экономический торговый центр мира скажем так единственный выход со всей азиатской части морской выход я имею ввиду на европу стамбул а не достиг еще тех пиков которых он должен достигнуть таких как лондон таких как франция и так далее знакомая во франции недалеко от их полевой башни 13 квадратных метров приобрели почти за 200 тысяч долларов мы сейчас идем речь о 13 квадратных метров если отталкиваться от лондона то стамбул еще далеко-далеко не достиг от ворума тут недвижимость оценивается в евро или какой валюте оценка недвижимости идет в леерах оценка недвижимости достигает таких проектах но и вообще во многих проектах это полна стопроцентная оценка недвижимости конечно это независимые эксперты к сожалению влиять на них там пропиши эти цифры или те или другие мы не можем потому что закрепляется за госструктурой вот эта вся деятельность основном проект который действительно стоит этих цен он действительно выдается стопроцентной экспертизой здесь оплата происходит для гражданства необходимые условия то что человек должна платить валюте это либо евро либо доллар либо фунты стерлингов и почему это происходит потому что в 20 24 января этого года ввели новое законодательство что в страну инвестор иностранный должен привести валюту иностранную проконвертировать ее на турецкие лиры и дальше застройщик со своей стороны уже заключает контракт в лирах то есть застройщик не имеет права держать приобретенные деньги в долларах только если обратно проведет это конвертация уже своей страны потеряв на скажем на обмене курс но при этом при всем дается прекрасный курс на обмен валюты которого на рынке вы не найдете это курс центрального банка то есть это не эффективный курс а именно центрального банка намного лучше чем рыночный вот мы выбрали эту локацию не просто так потому что мы бы хотели вам показать что этот комплекс в этих комплексах продаются квартиры но мое ощущение что он сдан в эксплуатацию за в эксплуатацию четыре месяца назад до 4 месяца это прям свежий свежий до свежих до ты расскажите пожалуйста немного комплексе что здесь есть и почем самое главное квартиры данном комплексе квартиры 2 плюс 1 3 плюс 1 4 плюс 1 это семейный комплекс для комфортного семейного проживания квартира 2 плюс 1 жилая квадратура начинается от 90 квадрат уже 3 плюс 1 4 плюс 1 они уже побольше с видом на море и с полным видом на море не сдам на двор и с видом на море потом инфраструктура комплекса очень развита это фитнес хамам сауна крытая парковка охрана все это также есть все что нужно потом детская площадка бассейн здесь закрытые женский мужской отдельно так квартира у нас 3 плюс 1 вот такая вот у нас примерно планировка давайте посмотрим на живую как это смотрится здесь у нас шкафчики для вещей для обуви с правой стороны у нас очень милый большой зал то примерно как может выглядеть обставленной мебелью это у нас с вами кухня с кухни тоже есть выход на балкон соответственно зала вы можете сквозным путем выйти тоже на балкон все что вы видите здесь кухонная гарнитура опять-таки без холодильника все входит в стоимость то есть вот эта аппаратура и вот эта часть все остается опять-таки это вам показано как пример идем дальше а вот здесь вот у нас есть такая прачечная либо кладовая только хочет использует здесь у нас гостевой санузел нас первая детская там можно сделать рабочий стол либо можно поставить большой встроенный шкаф какой-то с этой стороны соответственно здесь у нас тоже гостевой санузел с этой стороны у нас тоже одна из детской самая большая спальня это master bedroom имеет кладовую часть санузел большой соответственно здесь такой балкончик здесь полезной площади сто тридцать восемь квадратных метров и стоит она двести пятьдесят тысяч долларов айдат здесь составляет 1100 алир в месяц также вам выдается два парковочных места если вы покупаете квартиру 3 плюс 1 есть вот такие вот условия те цифры которые я назвал стоимость квартиры здесь растет так что если вас заинтересовало вам нужно будет уточнять актуальные цены у меня несколько вопросов смотрите первый вопрос очень похож на недвижимость бизнесовая то есть как будто бы здесь офиса здесь жилое да там более есть несколько видов жилых скажем и нежилых помещений здесь статус резиданс имеется в этом проекте что означает резиданс какая-то высотка даже и может быть 20 и выше приобретает статус тогда когда он находится в центральных локациях и про локациях скажем приближенных транспортным развязкам а в резидансах у нас может быть больше все таки квартир без балконов и это более коридорная система где меньше все таки предоставлена зеленой зоны чем в обычных проектах семейного типа больше вот такого вот плана где вы можете также сдать свое жилье под офиса как отельные да ну то есть ты можешь приехать сдать его уехать сам же изучая турецкий рынок мы понимаем что это квадратный метр здесь не говорят здесь говорят спроса за квартиру 2 плюс 1 1 плюс 1 и вот студия как здесь сценика смотрите но квадратный метр отчитывается в зависимости от локации конечно есть района где в принципе есть какая-то вот знаете средняя статистическая стоимость квадратного метра какой-то коридор там скажем если центральная локация нас подразумевает коридор там минимум 30 тысяч тире там 90 100 это я имею ввиду обычные такие проекты как этот если мы берем спальные районы то проекты такого же уровня можно там купить квартиру но соответственно ниже ценником это будет примерно до 30 ну скажем там 18-30 за последние два года стамбул очень сильно вырос цене смотрите пример возьмем 2 плюс 1 сколько будет стоить и если сдавать компании сколько годовых может человек получать гарантированно проект из гарантии аренды очень удобно для тех кто не хочется как говорится работать с агенцией недвижимости со сдачей постоянно менять своих арендаторов и так далее так как управляющая компания дает гарантию вне зависимости от того живет кто-то в вашей квартире или никого там нет здесь в этом проекте как таковой гарантии аренды нет она была когда еще проект был на котловане этот блок сейчас он уже сдан поэтому такой необходимости нет обычно гарантию аренды дают два типа застройщика первый тип это отельного типа то есть допустим вы приобретаете жилье в отелях пятизвездочных четырехзвездочных что они делают они продают номер в отеле готовые мебелированные вплоть до ложек до вилок у вас все заехал да вы заезжаете но при этом при всем вы как владелец вашей квартиры имеете право оставаться на территории турции только 14 дней остальное все время отель сдает вашу квартиру соответственно посуточно другим гостям и при этом при всем он дает вам гарантию аренды 7 процентов годовых что соответственно заманчиво учитывая что средний ценник постам был достигает четырех процентов четырех четырех с половиной зависимости от локации на что нужно обращать человека который приехал сюда с одной целью допустим целью инвестировать вот у меня есть деньги я хочу вложить через определенное время чтобы она удвоилась там утроила первую очередь конечно на ликвидность локация конечно в первую очередь локация близость к основным скажем артериям дорогам инфраструктура сама района первую очередь это влияет какой район вы себя посоветуете в стамбуле который вот развивается и вы чувствуете что там очень хорошая застройка идет смотреть на ликвидность доходность районов то сейчас вот именно где мы находимся вот эти районы более такие перспективные здесь идет развитие здесь окупаемость например район есть районы соседние районы скажем осенью или клюзию окупаемость 15 лет тогда как например центральные районы элитные районы скажем тогда где цены раза в три выше чем здесь там окупаемость 25-30 лет естественно инвесторов больше привлекает эти районы то есть вложиться на стадии строительства потом на выходе скажем уже выиграть мы берем скотлована и примерно они на 40 процентов могут вырасти 40 50 в зависимости от ситуации например в прошлом году был вообще колоссальный прирост прошлый год начало этого года то есть там в два раза недвижимость подорожала по идее мы рассматриваем в такой стандартный вариант это 40 50 процентов как можно определить достойно ли строительная компания достойно ли то есть верить ли не верьте это первый вопрос и вот второй вопрос когда люди покупая скотлована они куда напрямую платят или скролл счета у них знаете если спросите меня какая процентная скажем так поставимость того что насколько надежные застройщик и как скоро закончится стройка то здесь можно если брать всю турцию можно говорить что 99 процентов застройщиков все надежные а так как это очень строго регламентируется государством очень четкая поддержка государства идет застройщика в основном то есть получить лицензию скажем так если ты только вчера там понял что такое стройка на большой объект будет очень практически невозможно сказать что где кто-то где-то купил и там за 6 лет все еще не может получить свое жилье он то есть вопрос как бы такой закрытый да бывает так что за объект дается позже нежели чем обещают допустим сказали 36 месяцев но сдали до 42 это возможно потому что государство дает нам право отсрочки возможность каникул да как мы это называем форс-мажорная ситуация то есть у каждого застройщика есть 6 месяцев на отсрочку это рассрочка 6 месяцев если у других строительных компаний у нас тоже это есть и здесь как бы все похоже окей по поводу скролл счетов сейчас там были скролл счетами как бы не особо пользуется то есть это вы оплачиваете застройщику но при этом при всем вы получаете свидетельство собственности уже на этапе стройки то есть это большой плюс а турция вы становитесь полноправным гражданином уже кусочка земли вы не приобретаете жилье скажем так с такой возможностью что завтра кто-то придет и построить здесь метро или построить здесь больницу город скажет извините освобождайте вот ваша кадастровая стоимость и до свидания а такого нет нет вы становитесь полноправным собственником именно этого объекта также кусочка земли в стамбуле то есть вы землевладелец сейчас тенденция покупки недвижимости в стамбуле у людей из снг и россии в частности зачем нужно откладывать 250 тысяч а теперь 400 тысяч долларов от получить гражданцы данное время вот нынешнюю ситуацию конечно скажем если взять россию то турция осталась как говорится единственным окном для россиян закрылась европа запад полностью до турцию еще больше стало рассматривать количество людей увеличился поток именно с россии конечно конечно сразу увеличился вот именно как началась вот этого военная операция количество увеличилось люди приезжают просто скажем они хотят взять недвижимость скажем какое-то гнездо чтобы у них было если на случай скажем какого-то кризиса могли приехать скажем и спокойно тут жить люди с казахстана покупают недвижимость или нет конечно сказал стала тоже покупает но россияне покупает больше то есть подают на гражданство больше россиянам не нужно отказываться от своего гражданства россияне они могут оставаться на своем гражданстве иметь еще и турецкая граждан ну скажем взять граждан казахстана узбекистана скажем азербайджана да то там нужно отказываться строго это строго наказывает применение второго гражданства период окупаемость недвижимость в Истамбуле, если ставить в аренду 15-20 лет, то есть это точно не про то, чтобы купил недвижку, через аренду ее оправдал. Не особо интересно, но это более интересно, если вложился в недвижимость, и тут цены просто космические, правильно скажу, что реально X2 делает за один год недвижимость? То есть вложил 100 тысяч долларов, в следующем году 200 забрал? Это зависит от ситуации. То есть, например, прошлый год взять, да, прошлый год взять, те, кто купили, скажем, даже до пандемии, до начала пандемии, то они умножили на 2. Если так же будет продолжать дорожать материалы, так же будет продолжаться спрос на Стамбул, на Турцию, то, естественно, будет так же дорожать. Хорошие перспективы, это привлекает инвесторов. В странах СНГ у нас к агентам обращаются в последнюю очередь. Почему? Потому что агентство недвижимости сверху, имея цену, накручивает свое, на этом зарабатывают. Понятно, где они там зарабатывают, там кто-то честным путем, кто-то нечестный. Здесь, в Турции, система немного другая. Придешь ты сюда, через вас цена одинакова. И я слышал, но я знаю, что через агентство недвижимости можно еще и попросить скидку напрямую, навряд ли ты получишь большую скидку. Это правда? Да, это правда, потому что мы заключаем эксклюзивные договора с нашими застройщиками. И когда мы даем услуги нашим клиентам, которые непосредственно хотят увидеть объекты разного типа и посмотреть, что им интересно, их ведем в те объекты, где у нас непосредственно заключен договор. Для чего этот договор заключается? Для того, что мы обещаем большой поток клиентов нашему застройщику, скажем так, даем какой-то дедлайн, да, за три месяца столько-то продаж или за два месяца такое-то количество продаж, что, соответственно, дает нам как бы такой немножко оптовый оптовый вариант покупки. И застройщик становится счастлив от того, что у него идут быстро продажи, но при этом при всем он готов за наличный, скажем так, оборот денег дать нам лишний процент дисконта. Можно ли озвучить цену минимально и максимально? Вы можете там или с квадратного метра или с общей суммы. Столько-то просили, мы попросили, столько-то дисконт получил. Сегодня была сделка, дисконт был 25%. 25%? Что за проценты? 25% был дисконт. Это все есть от проекта, зависит от застройщика. Есть проекты, где вы получите только 5% и выше никак не пригнете. Есть проекты, где вы получаете 10-15%. Но стандартная, скажем, процентная ставка дисконта составляет 10-15%. Выжимка в целом основной причиной вложить инвестиции в недвижимость в Стамбуле. Просто динамично развивающиеся стройки. И, соответственно, все наши предыдущие за последние лет 30 инвесторы безумно счастливы от того, что они вложились сюда и они приходят к нам снова и снова. Вот мы сейчас пойдем в шоу-рум. На каком этаже он находится? Сюда же пойдем? Да, да. Поднимемся на высокий этаж с видом на Босфор и я вам покажу весь обзор квартиры. Так, ребята, вот этот тот объект. Он строился 3 года назад, котлована. Здесь квартиры 565 квартир. 550 уже продано, осталось 15 квартир. Эта сторона тоже относится. Здесь будут скоро бутики, супермаркеты и, обратите внимание, он уже сдан в эксплуатацию. Здесь люди живут. Здесь вот люди были на коляске, вот там катаются. Вот о чем говорила риэлтор по недвижимости. Мы сейчас идем на предпоследний этаж, на 43 этаж. Так, идем смотреть. 3 плюс 1? 3,5 плюс 1. 3,5. Что означает 3,5? Ну, 3 и сейчас полкомната для няни, либо для прислуг. Почему именно эту квартиру мы выбрали? Как видите, здесь открывается прекрасный панорамный вид на прекрасный Босфор. Буквально несколько минут ранее вы спрашивали меня, почему нужно вкладываться в Стамбул? Ну, вот посмотрите, где вы еще такую красоту увидите? Где вы найдете такие высотки рядом с такими совершенно другими зданиями, да? Нескоэтажными. Плюс, если бы у нас уже было вечернее время, мы бы могли захватить с вами прекрасный вид на горящие мосты со светом уже, да? И здесь у нас Босфор заканчивается, открывается прекрасный вид на острова Принцевы и на Мраморное море. Также здесь сюда можно увидеть все семь холмов Стамбула. Город на семи холмах и непосредственно одним из холмов является вот азиатская часть, где мы видим телевизионную вышку, которую тоже относительно недавно реставрировали. Не менее красивый вид еще открывается вечером. И, кстати, если посмотреть с этого обзора, мы можем увидеть очень много больниц вокруг нас. Кстати, самый главный арбитражный суд Стамбульского города. Далее вы видите панорамный вид на огромный белградский лес, внутри которого огромное количество заповедников, высотки, бизнес-центры, холдинги, банки, скопления всех, скажем так, крупных компаний. Очень много отелей вокруг нас. Вот эта квартира с таким видом на 43-м этаже, почти порядок последний. Сколько будет стоить клиенту сейчас, зная, что осталось 15 квартир всего? Такая квартира здесь примерно будет стоить 4 миллиона долларов. Большой ценник, высокий. Но вы приобретаете здесь вид, вы платите за вид. Если вы спросите у меня идентичную квартиру на с той стороны, она будет около 3 миллионов долларов. Здесь у нас 3,5 плюс 1. Здесь закрытая кухня, также с прекрасным видом, двусторонняя кухня. Здесь идет родительская спальная комната. Это самая большая спальня, видимо, родительская. Мастер-бет. Мастер-бет, да? Мастер-бет, потому что у нас отдельный... Да, санузел. Стандартные детские комнаты, в принципе, спальные детские комнаты здесь особо не большие, потому что в Турции принято в спальных комнатах именно спать. Скажем так, какие-то развлечения вроде телевизора и так далее, как у нас принято в постсоветском государстве в России. Здесь принято оставлять на свою гостиную комнату. С таким полом даже телевизор не нужен. А пример, поскольку здесь полезная площадь не менее, чем 235 квадратный метр. Мы напишем, сколько стоит квадратный метр, чтобы было людям с СНГ примерно ориентироваться. Но еще раз говорю, что в Турции, повторяюсь еще раз, нельзя ориентироваться на квадратный метр, нужно только ориентироваться на вот это, ребята. Босфор, часть бизнес-центра, тусовки здесь, пожалуйста. Локация. Только вот это все решает. По поводу инфраструктуры. Допустим, люди сюда будут приезжать с детьми, школы, садики, здесь университеты. Очень большое количество иностранных школ, университетов, которые котируются в Европе, в Америке в том числе. На разных языках можно получить образование, в том числе на английском полностью получить образование. Также здесь есть две российские школы, русские, непосредственно прикрепленные к московским школам, с московским аттестатом. На любой вкус и цвет и в любых районах вы можете найти школу, детские сады для своих детей. Удобно, что, кстати, в школах обязательно есть сервис, который забирает ребенка прям с подъезда и приводит до школы и также обратно. Друзья, мы снова летим на Северный Кипр, чтобы присмотреть себе курортную недвижимость, в которую можно инвестировать. Если вдруг вам не интересно, вы также можете присоединиться к нашей группе. В описании есть номер, по этому номеру вы получите всю подробную информацию. Интересует меня, здесь все комплексы продаются вот именно вот нафаршированные, но в плане того, что у всех есть хамам, у всех есть фитнес-залы, у всех есть бассейны, все комплексы такие или не все? В основном такая концепция сейчас, то есть большие комплексы от крупных, надежных застройщиков именно вот в такой концепции. Есть, конечно, комплексы более меньшего масштаба, там, скажем, может быть, один только бассейн быть или бассейна нет, но есть там фитнес-1 или хамам. Комплексы такого уровня имеют всю инфраструктуру. Здесь начинается, да, квартира от 2 плюс 1. 2 плюс 1 здесь начинается от 220 тысяч долларов. Это, скажем, верхние этажи. Нижние этажи, нижние этажи, которые на земле, они, естественно, еще дешевле. Цена зависит от вида, от этажа, то есть цена меняется. А здесь вот, где мы находимся, как с инфраструктурой? Садики, школы, университеты рядом? Школы, садики рядом. Если вы заметили, здесь в основном коттеджи. Люди здесь, контингент проживает именно в достатке. Естественно, здесь школы, колледжи, все это имеется в этом районе. Этот район в основном спальный район для такого комфортного проживания, уютного района. Тут в основном с семьей, да, все отдыхают? Здесь семьей, сам комплекс, естественно, тоже семейный. Квартир 1 плюс 1 здесь нету. В основном эти квартиры под инвестиции, под сдачу. В таких квартирах живут там студенты или же 1-2 человека, скажем, муж, жена, которые постоянно на суете. Утром ушли, вечером пришли. Здесь такой концепции нет, это чисто семейный проект. И вот здесь вот можно пройтись к морю. Тут сколько минут? 5 минут? До моря 400 метров. А когда сезон начинается, когда можно там купаться? Июнь, июль, август, сентябрь можно купаться. Здесь есть также оборудованные пляжи. 13 километров, начиная отсюда и до следующего района, Бейлик-Бюзю, оборудованы пляжи. То есть он полностью, это, значит, беговые дорожки, велосипедные дорожки. К какому классу относится этот комплекс? Ну, этот комплекс можно отнести к бизнес-классу, потому что здесь хорошая отделка. Если вы заметили, отделка фасада очень качественная. Где-то в комплексах мы можем заметить просто, скажем, сверху штукатурку. Здесь вы видите качественную отделку. Мы сейчас находимся в спальных районах. А вот можно ли поехать чуть ближе к центру, но найти такой же объект приблизительно, да, можем узнать? Да, есть, конечно, такого класса энтри, такого же качества. Этот проект реально на высоком уровне. Цена кардинально будет отличаться. То есть по мере приближения к центру цена тоже будет увеличиваться. Все зависит от локации. Что вы посоветовали бы? Объект вот этот, который находится в спальном районе, он для инвестиций подходит ли, либо подойдет, у которого ближе... Он подходит под инвестиции, и тот, и другой комплекс подходит, потому что сюда придет метробус. Здесь единственный минус, нет общественного транспорта, как метро или метробус. Ну, автобусы, маршрутки, естественно, это все есть. То есть, там был в этом плане проблем. Когда сюда придет метробус, естественно, цены сразу поднимутся. Поэтому здесь есть перспективы. Уважаемые друзья, иногда мы будем рассказывать вам про недвижимость, в которую люди инвестируют. Чтобы помимо безопасного жилья, мы вместе могли изучать недвижимость, на которой можно заработать. Друзья, заходит ли вам такой формат? Пишите в комментариях, нам очень интересно почитать ваше мнение. Обязательно подпишись на канал. Если у вас остались какие-то вопросы, либо вы хотите приобрести себе недвижимость в Стамбуле, внизу под видео есть ссылка, переходите по ней, получите бесплатную консультацию. Все, ребят, увидимся, пока.